12 февраля в Японии завершился чемпионат мира по футзалу среди спортсменов с нарушением зрения, на которой сборная России заняла первое место. В составе нашей команды золото выиграли уфимцы Эдуард Бакиев и Сергей Амаров. Сборы, подготовка, все пошло очень так и положено. Благодаря чему мы добились от кожи репутатов. Были двухразовые тренировки, также был бассейн, восстановительные массажи. Ходили на игры и добивались того, чего добились. Кроме чемпионов, участником пресс-конференции стал и старший тренер сборной России по футзалу Юрий Ахмиров, который рассказал об особенностях игры среди слабовидящих. Разрешается играть в пластиковых очках, разрешается играть в линзах, это что касается остроты зрения. Уровень очень высокий, все знают, как играть в мини-футбол. В нашем городе были созданы условия для строительства первого в России спортивно-реабилитационного центра. Многофункциональный игровой зал 36 на 24, как раз для футзала и ребят. Борцовский зал, 11 кабинетов врачебных, столовая на 10-12 мест и небольшое общежитие. Мы вышли с предложением о том, чтобы включили в единый календарный план соревнования девушек. У нас вот группа есть, Станислав Григорьевич и Сергей Амаров занимаются. У нас 10 девушек конкретно занимаются тоже B2, B3, а мини-футболом. Мы уже съездили на один международный турнир в Москву, откуда наши девочки приехали с третьим местом. В октябре этого года состоится чемпионат России. В ноябре Кубок Президента. Айгур Хурамш, Нарада Акзамова, телеканал Ютовы.